Всем привет! Сегодня мы поговорим о рунах. Многие спрашивали, просили меня записать видео о рунах, о том, какие лучше ставить, кому, куда и как. То есть мы поговорим, где их взять, начальные уровни, то есть изначально где какие выставлять и дальше по улучшению уровня я расскажу, как лучше поставить. Также я покажу, какие стоят у меня сейчас руны. И в общем поехали, посмотрим. Руны берутся у нас в Альянсе, в Компании, да, вот Компания. Изначально она вот маленького уровня, у вас будут наборы зелёные падать, затем при прохождении Альянсом город, да, вот эти вот города, она будет увеличиваться. Также с второго города у вас появится налёт на босса. Изначально в налёт на босса будут награды меньше, будут падать с шансом жёлтые, потом с шансом красные. И вот дальше в самом последнем городе, вот, вот, вот этом, который закрытый, там за первых 10 мест по урону на босса будут давать красную руну, за добитие давать красную и всем остальным, и Альянс, в Альянсе будут давать шансом либо жёлтую, либо красную руну. То есть будет выпадать вот такой вот сундучок, вот такой вот набор атаки. Четвёртый и пятого уровня, это тут, которые красная руна. Вот. И так. Также у нас вот сейчас уже красные руны с каждым городом, то есть, да, вот, синие, потом фиолетовые, жёлтые, красные. Но эти красный набор пятый, вот шестой, седьмой, они с шансом будут выпадать за прохождение, за вызов. И каждый день можно рейдом забирать десять сундучок, просто так. Начиная с этой половины, да, то есть это получается с седьмого города, да, есть шанс при прохождении получить вот такой вот купон. Вот приказ, приказ прохождения кампании. И используя этот приказ, вы можете автоматически пройти кампанию получить сто очков, то есть для процесса зачистки. Вот на данный момент у нас город с десятыми, с десятым набором рун. И у нас счёт 34 тысячи из шести, ну, в принципе, я думаю, что мы быстренько добьём. Мы просто поменяли альянс, и здесь не докачаны и руны. Но я думаю, что мы быстро докачаем эти руны. Мы проходим всё руками сейчас для того, чтобы максимально получить. Вот, то есть чем выше город, чем больше, тем выше шанс красных рун. Да, то есть изначально у вас просто синие, и в конце уже красный. И да, вот здесь, когда вот этот вот сундук красный, вам падают только фиолетовые, жёлтые или красные. Синие не падают вообще, и зелёные тоже не падают вообще. Они просто убираются из дропа для того, чтобы не мешать. Вот, есть ещё также руны в магазине. В магазине, в магазине за драконьи кристаллы, особые товары. Вот, есть такой вот сундук, да, набор высших рун. Это если вы захватываете столицу, да, то есть это столица палящего солнца. Ну, также есть по другим столицам, но я там не помню. Наборы, по-моему, только в столице... А, нет, вот, и город сердца дракона ещё наборы есть, но это со слабым шансом. Я для видео сейчас открою. В принципе, здесь падают два вида рун. Ярости и ещё одна на... Ярости это на ПВП. И ещё есть руна на атаку. Вот, Ярости у меня есть, комплект, в принципе, сохранён. Он даёт всё на всё. Смертоносность плюс 3%, ПВП мощь плюс 20%. Смертоносность плюс 3% это из 6. Как я вам скажу, 20 ПВП вообще не раляет. То есть нет смысла этот набор собирать. Для того, чтобы его собрать, во-первых, вы потратите уйму драконьих кристаллов. Просто нереально много. И оно того не стоит. Вообще не стоит. Это вы просто соберёте набор, да, вот как у меня есть набор. И у него вторым статом, вот, вообще никакие статы идут. Что там плюс урон просто, плюс минус урон, плюс урон, минус урон. Что там ещё ОЗ, но это вообще ни о чём. Вот, поэтому вот эти вот сундуки за драконьи кристаллы я не советую покупать. Я в своё время заморочился, думал, ну, действительно круто, я поставлю. Нет, фонарь, оно реально не решает. Дальше у вас есть с шансом руны, да. То есть руны, вот, руны имеют несколько статов, да. Главный атрибут, второй атрибут и дополнительный атрибут. Главный атрибут всегда цифра, то есть не процент. Там может быть что угодно. Второй атрибут обязательно у вас должен быть в процентах, да. У меня даже вот есть сохранённые руны. Вот, специально, если я вдруг захочу что-то поменять, у меня вот сохранённые руны с вторым статом в процентах. Физ-защита, прочность, плюс урон, атака, маг-защита, всё что угодно. Но именно на втором стате, потому что это очень решает в дальнейшем. Вот. И если говорить о рунах на начальных левелах, да, там, ну, маленький уровень, где-то там, не знаю, до 150-го, до 160-го, 170-го даже, я думаю. Нет смысла заморачиваться над синими, фиолетовыми, жёлтыми рунами, для того, чтобы там ловить какие-то статы, собирать определённые наборы. В принципе, до жёлтого, это вообще, ну, по барабану какой у вас набор. Вообще по барабану. Главное, чтобы там был какой-нибудь стат на процент, и всё. Просто самые нормальные руны, это красные. То есть вам нужно максимально стремиться для того, чтобы собрать быстрее красный набор, да. Вот, как у меня красные наборы на персонажах, да. Вам нужно максимально быстро стремиться к тому, чтобы собрать красный. Дальше вы просто собираете красные полностью набор, и затем вы меняете эти красные по мере поступления, чтобы был второй стат там на процентах, да. И опять-таки, если говорить о размещении, это процент может быть плюс урон, атака, защита или ОЗ. Если говорить о Хейли, это должен быть плюс урон, атака. Я больше не вижу смысла. И если говорить о Экзо, это должна быть либо защита, либо ХП. Есть те, кто качают прочку, парирование. Ну, парирование можно, но там очень мало, да. Если парирование процент взять, то там будет прирост всего где-то 300-400 с одной руны. Это очень мало. Если брать деф, то там уже идёт несколько тысяч. Три тысячи, три с половиной тысячи. Да, вот у меня сейчас, давайте посмотрим. Вот в размещении у меня ХП, 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 физзащита, физзащита и атака, да. На Хейли второй стат, да, вот это, который самый основной для нас стат в процентах. На Хейли у меня атака, атака, маг защита, атака, атака и плюс урон. Вот здесь вот маг защита и плюс урон я в идеале ещё поменяю на атаку. Ну, просто я ещё не поймал эти руны, которые мне нужны на атаку. Дальше смотрим. В Экзо у меня маг защита, маг защита, маг защита, физзащита, маг защита и плюс урон. Также плюс урон, возможно, я поменяю на защиту. И больше всего, что у меня здесь будет все шесть маг защита, да. Это мы поговорили о второстепенных атрибутах, да, главные атрибуты. Ну, есть, но они не столь важны. Вот даже есть руна, которая в процентах, да, очень много вам вторые проценты, доп атрибут. Ну, это как повезёт. Дальше вы можете просто собирать, когда вы соберёте все комплекты себе, да. Дальше вы можете просто эти руны собирать и опять же протачивать, как у меня. У меня вот все руны плюс 15. А также у меня есть ещё комплект, вот. Ещё два комплекта плюс 15-х рун. И ещё пару рун простых, для которых тоже плюс 15 я вточил, которые я использую. Если, например, попадается второй атрибут, там такой же, например. Вот сейчас, вот на хеле, например, атака, да. Если я опять же поймаю острое лезвие на атаку в этот же слот, да, то я его проточу. У меня есть руна запасная. И если та, которая проточится, доп атрибуты будут лучше, чем в этой, я их заменю. Вот. Так, а теперь смотрим то, что я говорил о комплектах, да. На хеле, это то есть эндо слот, для всех персонажей, без исключения, воин, мах, упырь, не имеет значения. Обязательно 4 руны выносливости. Они занижают максимально получаемый урон до 15%. То есть, независимо, насколько сильный противник, он может вам нанести за 1 удар максимум 15%. То есть, ваш эндо герой будет жить минимум 8 ударов. То есть, даже если вы там, ну, 120 уровень, и у вас там очень маленький персонаж, то я вам смогу снести его, там, эндо только с 8 ударов. Даже не считая то, что у меня там 6 миллионов, практически 6 миллионов мощи, да. То есть, обязательно. Две другие руны желательно острие. Почему? Потому что это плюс урон дополнительный. Ну, как бы, это персонаж в уроне, да. Смотрим экзо. У меня в экзо слоте стоит 4 щита, да. Стальная броня которой. Он понижает урон на 25%. Мне говорили, что не работает, но, в принципе, я тестировал, как бы, понижение урона есть. То есть, любой урон, который у вас входит, понижается на 25%. Да, если это овер дамаг, когда, там, просто нереальная тычка в вас влетает, то даже с понижением на 25% вы можете потерять экзо слот. Ну, в принципе, я сейчас по нашему серверу ульту упыря переживаю до красна. То есть, равносильно тому, что у меня стояли бы рубины. Рубины, я это называю выносливости, уроны выносливости. У меня сейчас щиты, и я, в принципе, доживаю, даже и эндо не всегда убивают, в принципе. Вот. Магам, воинам я бы советовал руны ставить выносливости. Очень спасает от упырей. То есть, если у вас, например, в эндо, в экзо слоте стоят руны выносливости, да, то упырь никогда в жизни вас в сульте не убьет. Он наносит 16 ударов, 8 ударов экзо, 8 ударов эндо, и вы остаетесь жить, правда, на последней полосе, но вы остаетесь жить. То есть, упырь вас никак не может убить, если у вас стоят красные руны выносливости, 4 штуки в экзо и 4 штуки в эндо. В принципе, я считаю, это оптимальный сет. Дальше, если вы раскачиваетесь уже на больших уровнях, и вы уже раскачиваетесь, не знаете, куда дальше разгоняться, да, вы можете тестировать, можете пробовать и сердца, да, вот эти вот, железное сердце, которое дают 4 штуки с шансом 25% на 1,5 секунды щит неуязвимости, если на последнем ударе по персонажу. Ну, просто дальше можно уже как бы пробовать как хотите, но в принципе, изначальный, вот, если вы только вот добрались до красных рун, это оптимальный вариант, 4 руны выносливости как минимум в экзо и 4 руны выносливости в эндо, красные. Обязательно. А также у меня стоит здесь железное сердце 2, ну, просто потому что они в комплекте вдвоем дают физзащиту, и магзащиту плюс 2 с параллельной процента, так как у меня в экзо стоит Один, да, на защиту. У меня там немножко защиты у него есть, вот, 97 и 136 тысяч. Поэтому я ему еще защиту поднимаю за счет этих двух рун. Дальше смотрим Верданди. В Верданди я тоже поставил 4 руны выносливости и 2 железных сердца. Почему? Потому что быстро убивает, а она мне нужна для того, чтобы переносить урон с персонажа на себя, 15% она переносит, как бы снимает. И для этого я ее оставляю, чтобы она жила, чтобы она хотя бы немножко прожила. У меня тоже статы, кстати, по защите не маленькие, 128-110 тысяч, но это благодаря аспидам недавним, да. Они тоже поднимают ей защиту и атаку там. Вот. То есть, в принципе, по самому простому оптимальному билду, это вот руны выносливости 4, я скажу так, что везде. Можно ставить острие в размещение, можно ставить острие в этот самый, венда. Это, кстати, еще плюс 10% урона, общего урона. Это хорошо, но для этого нужно, чтобы ваш экзослот очень был живучий. Тогда вы сможете себе ставить руны мечи. Еще я хотел сказать, то, что я вначале не объяснил, да, то есть, руны вы собираете, но каждая из них имеет позицию, да. Вот, позиция 1, 2 и так далее. То есть, у вас может быть 4 руны, но 4 руны, например, выносливости, но вы их не сможете поставить, потому что они, например, будут все в позиции 2. И вам обязательно нужно будет в разные позиции. То есть, они еще и пронумерованы, они не только делятся на 4 класса, как выносливость, острие, броня и сердце, да. Я не считаю там ярость и натиск, еще 2, которые за драконьи кристаллы, я, в принципе, считаю, они не нужны. Вот, этих 4, они делятся еще и на нумерацию, да, то есть, у каждой есть свой номер. То есть, от 1 до 6, вам нужно 4 разных. Вот, в принципе, по рунам, я думаю, все. То есть, я рассказал, где их брать, какие они есть, то, что на, как прокачивать и на какие тратить, не тратить. Да, вот усиление, кстати, как прокачивать, я хотел. Прокачиваются они при помощи тех же рун, да, максимальный, вот я могу даже точнуть, максимальный 15 уровень. И за каждые, повышая каждых 3 уровня, вы получаете дополнительный стат. Вот, доп. атрибуты, они изначально есть, когда вы только ловите рун, да, вот я повышаю, там, в принципе, максимально уже 15 уровень больше не дает. Вот, смотрите, есть уроны у меня на складе, да, и у них есть разные доп. атрибуты, вот, атака плюс 0,5%, может быть, 1 стат, может быть, вот, 4, атака 0,5%, минус урон физзащита, к примеру, да, вот, они рандомно получаются, то есть вы открываете и сразу получаете. И потом дополнительно к каждой 3 уровня добавляется дополнительный атрибут один какой-нибудь. Вот, и они имеют, видите, разное количество, ну, хотя здесь все практически по 4, а вот-вот было, нет, тоже 4. А, то есть максимально 4, но они еще и добавляются рандомно. То есть один из них может добавиться рандомно получается, да, вот, вот все они 4, плюс урон, минус урон. Вот, есть акции, когда при пополнении вы можете получить сундук с высоким шансом руны с процентами. Такие акции бывают у нас тоже, вот, и там попадаются руны с процентами. Недавно общались, очень сильно занизили шанс выпадения рун с процентами, потому что если раньше можно было открыть тысячи, полторы, две тысячи сундуков с красных и с них получить хотя бы там 4-5 рун с процентами, то сейчас это практически нереально. Даже если вы получите руну с процентами, то она будет ни о чем, да. То есть основные мы обговорили. Парирование, прочность, крит, минус урон, я уже говорил, они бессмысленные. То есть просто, когда уже действительно нужен дополнительный разгон, когда вы уже прочность, например, на экзо разогнали до упора, до потолка и уже больше даже не знаете, как что вам делать, но вы хотите еще больше, чтобы у вас было просто больше, чем у всех. Можно воткнуть еще 6 рун на прочность. Оно вам добавит там, ну, тысячи три прочности, может там чуть больше, но... Я не знаю, оно бессмысленное, я считаю. То есть основные это атака, ОЗ и защита. Вот так вот. Так что, в принципе, и все, я думаю. Всем спасибо. Думаю, информация будет полезная кому-то. Для тех, кто уже давно играет и кто в топе, я думаю, что они и так уже все знают. А те, кто просили видео, я надеюсь, что извлекут какую-то пользу для себя. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...